Сейчас к разговору в студии присоединяется член Центрального штаба Народного фронта, куратор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полончуков. Денис, приветствуем. Сейчас небо над ЕС и рядом других стран полностью закрыто для наших самолетов. Значит ли, что наша страна оказалась в изоляции или все-таки есть возможность облета этих территорий? Смотрите, учитывая, что небо закрыто над всей территорией Евросоюза, то понятно, что в Евросоюз мы не попадем и в те страны, которые наложили санкции. Поэтому, конечно, сейчас очень многие рейсы отменены российских авиакомпаний. Мы даже знаем, что, например, для того, чтобы долететь до Калининграда, самолеты делают крюк через Петербург и дальше через нейтральные воды. Будут возвращать туристов из-за рубежа. Этот вопрос прорабатывается? Да, действительно, этот вопрос сейчас прорабатывается и Росавиацией, и Ростуризмом, и Министерством иностранных дел Российской Федерации. По разным оценкам сейчас в разных странах порядка 150 тысяч российских туристов. И, конечно же, они столкнулись со сложной ситуацией, потому что авиарейсы не выполняются, сообщение прекращено. Поэтому сейчас прорабатываются меры и возможные пути, каким образом их доставить обратно на родину, как будут выполняться вывозные рейсы. Могу сказать, что используется сейчас активно вывоз наших туристов через Стамбул. Очень многие, кто застрял как самостоятельные туристы, не те, кто приобретали путевки у туроператоров, а самостоятельные туристы, они добираются до Стамбула, и из Стамбула они дальше уже пролетают в Москву и Петербург. И, по моей информации, российские авиакомпании в ближайшее время увеличат количество рейсов как раз-таки по направлению Москвы-Стамбул. Ряд стран еще открыты для туристов, ну там Египет, Эмираты. Можно ли планировать отдых в них или пока вообще лучше не рассматривать зарубежный туризм? Вы знаете, действительно, некоторые страны открыты, как вы уже сказали. Пока рекомендаций от Министерства национальных дел Российской Федерации нет запретом и с рекомендациями не въезжают в эти страны. Единственное, что я могу себя порекомендовать и посоветовать, в это время не отправляться в путешествие как самостоятельные туристы, а приобретать все-таки пакетный тур, потому что в этом случае туроператор уже будет нести за вас полную ответственность в случае того, что если будут рейсы задерживаться, переноситься, вам предоставят и гостиницу, вас накормят, вас расселят и, соответственно, не бросят. Не бросят, конечно, и самостоятельных туристов, но когда вы в составе группы, то это уже делается централизованно и гораздо больше гарантий, что все будет решено. Последние два года все-таки коронавирусно, они немного скорректировали наши предпочтения в отдыхе. И что касается внутреннего туризма. Как-то сейчас решается логистика с перелетами из-за закрытых на юге России аэропортов? В России сейчас функционируют аэропорты в городе Сочи, функционирует аэропорт Минеральные воды, Волгограда. Поэтому те граждане, которым необходимо добраться до Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова, либо же до Симферополя, они могут воспользоваться именно этими аэропортами. Сочинский аэропорт работает как хаб, туда можно добраться как до Анапы, так и до других городов, запущенные автобусные маршруты, там единый билет по проезду. Поэтому в принципе транспортное сообщение есть, но, конечно же, если вам не горит, не срочно, то я бы посоветовал сейчас какое-то время отказаться от путешествий для того, чтобы не попасть в какую-то неприятную ситуацию. А все-таки что будет с авиасообщением внутри России? Вы к нам в декабре прошлого года приезжали, мы хотим вас еще раз встретить, погулять с вами по улицам. Есть какие-то прогнозы? Их число сократится, подорожают ли вообще билеты? Санкции, которые были наложены на российские авиакомпании, они подразумевают замораживание самолетов, которые поступали по лизингу. Поэтому тут тоже очень много вопросов. Те рейсы, которые сейчас выполняются внутри страны, в аэропорты, которые функционируют, они выполняются, пассажиров перевозят. По поводу южных направлений я уже сказал, что это аэропорт Сочи, аэропорт минеральных вод, Болгоград, туда тоже перелеты выполняются. Прогнозировать сейчас рост цен, конечно, будет сложно. Возможно, это произойдет на небольшой процент. Возможно, удастся стабилизировать, будут меры поддержки стороны государства, это покажет время. Но могу сказать точно, что сейчас сделается все возможное для того, чтобы избежать каких-либо негативных последствий. Спасибо большое. Были рады видеться. С нами на связи из Москвы был член Центрального штаба Народного фронта, куратор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчиков.